Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Великий полководец, прозорливый дипломат, благоверный, святой. Даже на иконах Александра Невского сначала изображали как монаха, а затем уже в каноничном воинственном образе. Рожденный в Переславле-Залесском, Невский стал достоянием всей России. С нею он уже 800 лет. Это созвучно с названием выставки Росфото главного хранителя фотографического наследия страны. В проект вошли фотографии мест, связанных с жизнью, деятельностью и почитанием святого благоверного князя. И основу экспозиции составляют копии фотоснимков, сделанных до революционное время. Снимки официального фотографа Императорской академии художеств Ивана Борщевского не просто исторические артефакты. Для нас была задача создать некий проект, который бы действовал национально, который бы позволял зрителю приобщиться. 800-летие Александра Невского – событие федерального масштаба. В рамках открытия мероприятий, приуроченных к празднованию, встречу с губернатором Дмитрием Мироновым провела статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Итоги двухсторонки многообещающие, хотя бы с точки зрения туристического развития региона. Переслав Залевский останется в центре нашего внимания. И в следующем году мы очень подробно обсудили с губернатором его развитие. Программа будет специально разработана для Переслав Залевского. И больше того, мы обязательно, я уже сегодня это пообещала, привезем детей со всей России. Из Сахалина, из Северного Кавказа, из Арктики Российской, со всей России. Они, безусловно, все приедут на Петровский маршрут, не только в Петербург, Калининградскую область. В связи с грядущим 350-летием со дня рождения Петра Первого Министерство культуры поддержит и развитие Ярославля. Регион очень заинтересован в развитии прилегающего Петропавловского парка, который находится в ведении Министерства. И у нас есть идея, как это сделать. В перспективе можно его рассмотреть как театрально-музейный квартал. А в Переславле-Залесском к празднованию юбилея императора в 2022 году планируют создать скульптурную композицию «Площадь пяти якорей» с памятником Петру Первому. Инициатор проекта фонд Андрея Первозванного, фотовыставка фонда «Александр Невский. Имя России» также открывала мероприятие, приуроченное к празднованию 800-летия полководца. В честь памятного события выпустили и почтовую открытку с изображением Невского. Безусловно, имя Александра Невского – это синоним патриотизма, историческую память важно сохранить и передать ее следующим поколениям, чтобы наши дети тоже знали, кто такой Александр Невский. Много мероприятий запланировано на родине Невского, в Переславле-Залесском, но и в Ярославле проводится культурная программа. Об одном из событий расскажет моя коллега. Передаю слово Алене Стесюк. Хор с мировым именем сегодня выступает в церкви Ильи Пророка. Капелла имени Юрлова – один из старейших художественных коллективов Москвы и первой официальной в стране. История хора насчитывает более сотни лет и берет свое начало на заре прошлого века. Коллектив ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом. Гостями Ярославля москвичи тоже стали не впервые. И церковь Ильи Пророка выбрана не случайно. Конечно, акустика в храмах у нас всегда потрясающая. Она никогда не бывает плохой. Она бывает сложной из-за излишней реверберации, но она никогда не бывает плохой и петь в русских православных храмах, русскую духовную музыку, которая и предназначена для исполнения именно здесь. Не в концертных залах, а именно в храмах. Здесь мы поем не для публики, а обращаемся к Всевышнему. Без участия хора сегодня не обходится практически ни одно значимое событие в музыкальной жизни Москвы. В 2014 году капелла принимала активное участие в подготовке и проведении олимпийских и паралимпийских игр в Сочи. И вот сейчас, в 2021-м, стала частью празднования 800-летия Александра Невского в Ярославской области. Мы представляем несколько новых сочинений. Обработка это как раз из кантата Александра Невского и проходит. Да, только уже в обработке для хора капелла. Композитор Алексей Ларин, мы с ним постоянно сотрудничаем. Вот, он делает для нашего хора довольно много обработок. И есть такая возможность исполнить все сочинения без оркестра. Ну, то есть, только хор. Поэтому мы надеемся чем-то удивить, порадовать публику. Капелла имени Юрлова будет гостить на Ярославской земле до завтра. 12 июня хор отметит День России вместе с переславцами и поучаствует в музыкальном флэш-мобе. На Народной площади вместе с другими коллективами и горожанами исполнят гимн России. Алена Стецук, Андрей Децель, Сергей Ватин и Сергей Мазилов. День в событиях.